Добрый день! Я приветствую всех в эфире. И сегодня у нас астрологический прогноз для знака Льва на апрель месяц. Дорогие мои Львы, в этом месяце происходит буквально прогресс в статусе вашего Десятого Дома. А это возможность показать себя в бизнесе, в ваших профессиональных качествах. Происходит соединение Юпитера с планетой Уран, знаки Тельца. И это возможность вам буквально подняться по лестнице карьерный верх. Вы можете очень быстро подняться по этой лестнице. И ваш рост в социальном плане, который может активировать также ваши материальные ресурсы. И в этом месяце вы также заметите, что все окружающие вас люди меняют свое мнение о вас. Причем достаточно в лучшую сторону. Вы можете почувствовать, что люди смотрят на вас, так скажем, другими глазами. Этому будут способствовать изменения, которые дают коридор затмений. Буквально в первых числах апреля происходит срединная точка между затмениями. Это лунное затмение было 25 апреля и марта, вернее. А солнечное будет 8 апреля. И здесь затрагивается ось 3.9. Это может говорить о том, что будет очень много информации поступать к вам, дорогие мои. И это может затронуть буквально какие-то важные, турбулентные состояния и планы, которые касаются в вашей голове, которые выстраиваются и в ваших делах. И они могут быть связаны с документами. И для кого-то будет очень важным процесс обучения, переезд очень может быть важной темой для проявления, для знака льва. И здесь также вид вашей деятельности может претерпевать видоизменения. И это лунное затмение, которое как раз-таки формируется, вернее, солнечное затмение, которое формирует актуальность вашего девятого дома, может дать очень значительные результаты. Это может быть и миграция, переезд, это могут быть и путешествия глобальные, связанные с рабочими проектами. А также все, что касается расширения границ вашего мировоззрения, когда вы сами будете расширять свои границы. И 1 апреля планета Меркурий, которая находится в этом же секторе девятого дома гороскопа, она будет входить в ретроградное движение и пробудет в нем до 25 апреля. И это тоже, можно сказать, турбулентный момент непредсказуемых каких-то событий, которые ожидают через планету Меркурий. Она у нас символизирует информацию, коммуникации, процесс оформления документации. И здесь Меркурий, разворачиваясь в этом секторе девятого дома, даст повторные события, которые нужно будет разрешать в этот период времени. Это принесет, возможно, какие-то повторные поездки, переоформление документов. Это период, когда могут меняться законы в целом, и правила, и постановления, связанные также с пересечением границы, с визовым режимом. Девятый дом, он касается этой темы. И в какой-то стране, возможно, может быть, нужно будет переоформить документы, которые связаны с вашим образованием или с разрешением лицензии на работу. Все это может поднять актуальные вопросы. Также этот период может принести вам важные встречи с людьми, с которыми вы не так часто, может быть, и общаетесь. Но, тем не менее, эти встречи могут дать значимое решение, связанное с какой-то интеллектуальной работой. И вы будете возвращаться к тем идеям, которые были, возможно, поставлены на паузу. Те дела, которыми вы не занимались и убрали их в какой-то долгий ящик. А сейчас, возможно, именно нужно будет какие-то юридические вопросы урегулировать в этот период. И они могут касаться оформления документов. И здесь хорошо в этот ретроградный период Меркурия с 1 по 25 апреля подавать на апелляции, возобновлять курсы обучения. Возможно, переаттестация эта тема также может быть актуальной. И здесь возможность возобновить общение с какими-то важными для вас людьми, которые вам раскрывают границы вашего мировоззрения. И дают некий ракурс о том, что можно выстраивать свои задачи и по-другому посмотреть на ваши проекты с глобальной точки зрения. 3 апреля планета Венера будет находиться в соединении с планетой Нептун в знаке Рыб. И это сектор вашего восьмого дома гороскопа, который, конечно же, будет затрагивать материальный мир, который связан с финансами. Венера, она также символизирует материальные блага, чувственные удовольствия. А Нептун — это какие-то высшие идеалы, те, которые мы выстраиваем. И вот это соединение Венеры и Нептун, оно даст какие-то мечты о материальном богатстве, о, так скажем, тех фактически каких-то ресурсах, которые, возможно, вы ещё пока не заработали, но будете вкладываться в то, что у вас, в общем-то, включается в горизонт через Нептун. Это глобальные какие-то мечты, но они могут вас уводить также в иллюзии. Поэтому соизмеряйте ваши возможности и реально, что вы можете улучшить по этому восьмому сектору дома гороскопа. Это также могут быть и какие-то возможные ситуации, которые могут быть связаны с пассивными источниками дохода. Это время, когда вы можете получить какие-то долгожданные платежи, которых вы, возможно, ожидали. И сейчас этот период будет благоприятным. Это также возможность, когда какие-то придут, возможно, какие-то хорошие новости, связанные с финансами. Или же это время может дать ощущение буквально предчувствия каких-то счастливых перемен в своей жизни. И по Венере это вас всё будет радовать. То есть те новости, которые будут приходить, они будут очень даже долгожданными. И здесь возможность именно счастливых перемен в вашей жизни будет затрагивать в сферу, в первую очередь, финансов. Здесь ещё вопрос эзотерических знаний. Обучением может стать то, что вам нравится углубить какие-то познания, включить какие-то, возможно, медитации, либо посещение каких-то удивительных мест, которые вам нравятся, которые вас наполняют вот этой ресурсной программой. И здесь всё может быть именно связано также с какими-то внезапными изменениями. Ведь восьмой дом — это дом трансформации. И ваше мышление здесь может видоизменяться, трансформироваться в лучшую сторону. И всё, что может происходить в этот период времени, может вас очень даже радовать. И 5 апреля также происходит соединение Солнца с северным кармическим узлом Раху. И здесь эта тема может поднять какие-то кармические программы, связанные с вашим девятым домом гороскопа. Это как раз-таки тема миграции, переезда, путешествий, возможно, просто путешественные места силы. И здесь также может быть этот показатель, северный узел, он всегда показывает вам именно то направление, куда нужно уделить весь спектр своего внимания. И здесь по девятому дому, возможно, это для кого-то может быть глобальным в получении диплома, в получении аттестации. А для кого-то это может быть тема миграции очень важна, которая может расширить потенциальные возможности в работе в связи с переездом. И здесь, конечно же, Солнце, оно даёт именно вот эту нашу силу разума. Солнце, оно освещает наш путь. Это период важных решений или внешних событий и обстоятельств, которые будут для вас очень полезны в целом. И этот период может вас просто-напросто перекинуть на более высокий уровень развития, особенно в интеллектуальной сфере. И также в материальном смысле этот период решений, которые могут быть связаны с процессом переквалификации каких-то важных документов. Это решения об изучении дополнительных иностранных языков, это курсы вспомогательные, которые дают практические навыки. Всё это может быть очень важным и включать важное значение для развития вашей интеллектуальной деятельности. И также здесь вопросы могут быть связаны с вашими детьми, у которых тоже могут быть вот эти вопросы по обучению стоять острым таким углом. И вы будете решать именно эти вопросы в том числе. 8 апреля включается солнечное затмение в знаке Овна в вашем девятом секторе гороскопа. Это все те же самые темы, которые поднимаются с начала апреля. И здесь, конечно же, солнечное затмение будет открывать перед вами новый путь. При этом здесь должны завершаться старые пути развития и включаться какой-то новый сценарий, который, возможно, до этого вы даже и не принимали в свою деятельность, в свою жизнь. Занимались чем-то другим. А затмение происходит именно в этом девятом доме. И это какие-то далекие стратегические цели, которые вы будете включать в свою жизнь и ставить приоритеты на их развитие. Здесь, конечно же, Овновская природа. Здесь этим солнечным затмением управляет также планета Марс. Поэтому здесь главное двигаться в тех направлениях, которые для вас значимы и важны. И здесь очень важно искать дополнительные какие-то ресурсы, которые бы могли вас продвинуть, расширить границы вашего мировоззрения. 10 апреля соединяется Марс и планета Сатурн в вашем восьмом секторе общих финансов. И это даёт очень интересное соединение, возможно, для решения каких-то активных действий, для дополнительных источников дохода. И даёт энергию и силу в реализации, и решимость даже даёт для того, чтобы вы достигли свои какие-то жизненные сценарии, которые для вас важны. И это могут быть доходы вашего партнёра по жизни, когда расширяется в целом доход у вашего супруга. Либо здесь, может быть, с вашими партнёрами, когда общие вопросы могут касаться крупной суммы, когда вы решаете вопрос, связанный с общим делом, совместным каким-то имуществом. И здесь это соединение происходит именно вот в этом секторе общих финансов и даёт возможность включить именно кармическую какую-то программу по Сатурну. И здесь то, что вам предназначено, будет действительно решаться в позитивном положительном ключе. 11 апреля соединяется Солнце с ретроаградной меркурианской планетой в вашем девятом секторе гороскопа. И здесь, конечно же, Солнце даёт большую энергию, включает вот эти темы ретроаградного Меркурия по девятому сектору вашего гороскопа и приносит какие-то вести, ведь Меркурий — это вестник богов и даёт нам информацию. Он является, по сути, хоть и ретроаградной планетой, но даёт решение каких-то важных моментов, которые для вас очень значимы. В первую очередь это документы, это обучение, это долгожданные встречи с людьми, которые не находятся рядом с вами, возможно, далеко живут, либо вы с ними редко встречаетесь, и они оказывают для вас позитивную роль и дают вам важное направление. Это может быть и встреча с гуру, и с учителем, который очень важен для вас, либо это значимая, важная персона, которому вы доверяете, мнению которому вы доверяете и считаетесь с теми проектами, которые он вам предлагает. И это время именно квантового скачка, когда возможность поменять буквально даёт второй шанс ретроаградной Меркурии. Нужно главное услышать и не отмахиваться от каких-либо предложений, которые поступают, и рассматривать их серьёзно. 15 апреля будет ретроаградной Меркурии соединяться с Хероном, планетой Херон, в вашем девятом секторе гороскопа. И здесь может быть какой-то недвусмысленный разговор, возможно, даже напряжённый, который вам даёт право выбора, какую дорогу выбрать по этому направлению. И здесь очень важно переосмыслить то, что будет услышано в этот период времени. Здесь какие-то важные встречи будут, и нужно будет выбирать одно или другое направление в вашей жизни. Этот разговор может нести, конечно, и неприятный для вас какой-то оттенок, и вы поймёте, что нужно в этот период решать что-то и принимать важные решения для того, чтобы не наступать на какие-то грабли, на которые вы уже, возможно, наступали по ретроаградному Меркурию. 19 апреля транзитное Солнце переходит в знак Тельца, и актуальность включает вашего десятого сектора гороскопа. А это, конечно же, получение возможности нового статуса, нового уровня какой-то ответственности по десятому дому. И это время, когда, возможно, какие-то встречи с государственными инстанциями, с людьми какого-то высшего ранга. Это возможность продвинуть свою карьеру, когда энергия, силы и действия могут всё привести вас к этому положительному продвижению по карьерной лестнице. Ведь десятый дом — это не только дом статуса, но дом карьеры и бизнеса, именно той работы, на которую вы уделяете внимание. 20 апреля планета Марс будет находиться в напряжённом состоянии. И здесь аспекты включает оппозицию. Марс включает оппозицию фиктивной точки Лилит, чёрная луна. И здесь включается ваша финансовая ось 2.8. И она даёт напряжённые отношения, связанные с вашими финансовыми поступлениями, с вашим имуществом. Здесь могут быть какие-то важные напряжённые вопросы, связанные с этим. И это период, возможно, когда могут быть допущены какие-то ошибки в финансах именно, в платежах, в квитанциях. То, что касается по оплате каких-то своих долгов, обязанностей. И здесь не стоит торопиться, нужно взвешенно решать те именно вопросы, которые происходят в этот период жизни. И самое главное — не впадать в какие-то иллюзии чёрной луны, потому как она может давать эти иллюзии быстрых денег, заработка быстрых денег. Но эта оппозиция может быть очень даже обманчивой. И главное здесь — не предпринимать скоротечных быстрых решений для того, чтобы потом не сожалеть и подумать, дать себе возможность. И также 21 апреля включается квадратура у солнышка с планетой Плутон. И затрагивает ваш сектор седьмого и десятого дома гороскопа. А это даёт какие-то конфликтные ситуации, которые могут быть связаны с вашими партнёрами по работе. Седьмой дом — это партнёры, десятый — это то, что касается бизнеса, статуса, рабочих моментов. И здесь люди, которые в этот период контактируют с вами, являются вашими клиентами, партнёрами, которые могут иметь и недовольство, и навязывать вам свои какие-то решения. Не стоит быть в этот период таким податливым, нужно проверять всё то, что идёт к вам, не доверять вот этой истинной монете, что то, что люди вам предлагают, это вот именно то, что вам нужно. Здесь нужно ещё также учитывать, что 21 апреля очень значимое астрологическое событие происходит в этом месяце, когда соединяется планета Юпитер, планета Расширения и планета Удачи с планетой Уран в вашем 10-м доме гороскопа. А это, конечно же, тема включается бизнеса и задач. И здесь это соединение несёт прогресс и положительный статус в этой теме. Но здесь, конечно же, как раз-таки неожиданные могут ситуации по Урану происходить. И Юпитер может масштабировать всё, что в этот период происходит. А Уран — это планета свободы, прогресса, обновления. Поэтому это соединение может оказать очень сильное, возможно, даже стрессовое состояние не только на вас, но и на весь мир в целом. И поэтому мы должны идти в ногу со временем и принимать именно быстро те решения, которые требуют время. И здесь этот период, он может дать и вот этот квантовый скачок в карьере, в вашем статусе, в социальном положении. И для вашего знака это очень благоприятная возможность. Это буквально какой-то вот этот социальный лифт, о котором я говорила вначале. Это можно очень хорошо подняться по карьерной лестнице. Не упускайте. И, возможно, все те возможности, которые имеются, используйте их себе во благо. Главное — не уходить в иллюзии вот этой чёрной лилит Луны, которая включает оппозицию 20-го числа с Марсом. Когда решительные нужно делать действия, а тут надо ещё 10 раз подумать. Но ситуация-то в целом складывается благоприятная, поэтому самое главное ещё не упустить. Здесь вот это слово будет ключевым. И 23-го апреля у нас будет полнолуние в знаке Скорпиона в вашем четвёртом секторе гороскопа. И здесь четвёртый дом гороскопа — это всё, что связано с нашим домом, недвижимостью, местожительством. И полнолуние всегда высвечивает, даёт завершающие процессы, кульминацию, ясность приводит по этому дому. В вашем случае это четвёртый дом гороскопа. И само по себе это полнолуние будет достаточно напряжённым. Скорпионе эмоции очень накалённые. Это время, когда решаются вопросы, возможно, связанные как раз-таки с вашим местожительством, с некой определённостью. Это могут быть вопросы, связанные с ремонтом, который даёт рутину и даёт сильное напряжение. Это может быть также и вопросы, когда вы будете решать какие-то семейные вопросы своих домочадцев и будете активное участие принимать в их жизни для того, чтобы им помочь. Здесь могут быть вопросы, связанные с регистрацией, с прописками. Здесь также может и включиться какая-то неприятная ситуация в целом с кем-то из ваших членов семьи. Но полнолуние может и в плюс, и в минус проигрывать. Но одно будет приятно, что включается ясность. Ясность этого периода, теперь как лучше двигаться и действовать. Возможно, вы получите какие-то документы, которые вам откроют ваши горизонты. Возможно, это документы на владение, на собственность. Возможно, это как раз-таки связано с вашим имуществом. А может быть, это для кого-то будет просто договор аренды, когда вы меняете арендную свою площадь. 29 апреля планета Марс будет находиться в соединении с планетой Нептун в восьмом доме в знаке Рыб. И здесь затронутся какие-то активные действия по восьмому дому финансов, общих финансовых структур. И Марс — это активные действия, это сила. Нептун — это вера в идеалы, что всё будет хорошо и какие-то высшие идеалы. И это время, когда вы можете находить в себе силу для того, чтобы бороться за свою веру, за свои идеалы. И это соединение является очень значимым. И включает оно этот знак Рыб. И поэтому ощущаться будет очень сильно в эмоциональном плане. То, что, возможно, касалось предыдущих каких-то вопросов дел вот этого восьмого дома гороскопа, то есть общих финансовых каких-то ситуаций и совместных финансовых ресурсов. И это время, когда может и форс-мажорная ситуация, в принципе, включиться в восьмой дом, это трансформация в том числе. И это также может символизировать наши мечты и иллюзии, которые в это время вы можете понять, что они, возможно, не совсем могут иметь место для реализации. Их, может быть, не так легко воплотить. Здесь эта тема и кредитов, и ипотек могут включать, и возврат денежных средств, долгов. Здесь вот нерациональное какое-то использование финансовых решений, связанных с инвестициями, в том числе могут быть всплыть, страховые какие-то дела, полюса. Здесь могут подниматься темы, связанные с налогами, с вопросами, которые нужно решать по тематике наследства. Все это может дать какие-то важные решения. И здесь самая главная задача – избавиться от тех иллюзий в финансовых именно вопросах и разработать для себя финансовый стратегический план, который позволит вам действовать степ-бай-степ и не ошибаться. 30 апреля планета Марс переходит знак Овна, ваш девятый сектор гороскопа. И для вас это очень активный период, период энтузиазма, период, когда вы повышаете уровень своих возможностей. Здесь Марс находится в своей обители. Здесь в минусе, конечно, может быть очень много противоречивых чувств, какая-то конфликтная природа, возможно, даже агрессивное состояние, которое может дать не совсем какие-то приоритетные мысли. И здесь может быть несогласие с тем существующим порядком дел, который происходит. И здесь нужно, конечно же, самое главное не спорить, доказывать окружающим людям умеренно свою правоту. А возможно, вы даже будете немножко агрессивны и навязывать окружающим людям своё мнение, которые могут принести, в принципе, конфликты с родственниками, с партнёром по личной вашей жизни. Это могут быть какие-то в плюсе, какие-то умственные активные периоды, когда вы включаетесь в интеллектуальные процессы своей деятельности. И здесь может проявиться очень даже период благоприятный, ну, для путешествий также хорошо проявиться, для активных действий, когда вы не сидите на одном месте, а буквально путешествуете по горам, пешие прогулки, ходьба здесь в приоритете. И активная проработка активных всех тех дел, которые касаются по Девятому Дому, но не по конфликтной тропе, а всё-таки включать мудрость, философию, разум в том числе, по Девятому Дому расширять границы своего мировоззрения и принимать точку своего оппонента и не входить в эту конфликтную среду. Я уверена, дорогие мои львы, что вы справитесь с этими ситуациями. Конечно, очень много турбулентных состояний в целом несёт апрель месяц, и всё это может быть последствием именно вот этого коридора затмений, который очень глобальные цели включает в вашем случае, дорогие мои львы. Это сектор Девятого Дома Гороскопа. Поэтому приоритет документы, оформление с документами, оформление спорных вопросов, миграционные вопросы, учебные в приоритете решать в этот месяц. И всё, что может быть касается путешествий, дальних стран, миграции, тоже имеет актуальное значение. Если есть какие-то здесь пробелы, то нужно здесь закрывать какие-то ситуации, чтобы они не сыпались на вас, как снежный ком. И здесь самое главное, что это всё в итоге может привести вас к улучшению вашего положения в жизни и ваших дел, которые очень для вас глобальны. Я вам желаю, дорогие мои львы, удачи. И пусть этот период, который несёт, это непростое время, но это также может принести вам прогресс и новый статус в вашем бизнесе и в вашей карьере. Удачи вам и всех благ. До новых встреч в эфире. А с вас лайк и подписка, если вам понравилось это видео. Благодарю. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok